Этот фильм не про зверей. Этот фильм про людей. Просто роли людей исполняют животные. Потому что люди в некоторых ситуациях ведут себя как животные. В фильме рассказывается о том, как распадается семья и что происходит с ребенком, когда его родители разводятся. Фильм содержит сцены секса и насилия. Поэтому не рекомендуется для несовершеннолетних и впечатлительных людей. Он и она встретились. Прошло немного времени. Он и она живут вместе. Создалась семья, ячейка общества. Они счастливы. Появляется ребенок. Мать много времени проводит с малышом. А отец недоволен тем, что его жена не дает ему столько нежности, любви и внимания, как раньше. Тем временем муж находит себе любовницу. Похоже, в своей семье он постепенно стал лишним. Кобель. Ой, козел. Грязное похотливое животное. Жена принимает решение о разводе. В отличие от животных, люди не могут просто взять и разойтись. Предстоит раздел имущества. Тот родитель, с кем останется ребенок, получит большую долю. Поэтому начинается борьба за ребенка. Борьба будет жестокой. Для матери обладание ребенком – это шанс получить с бывшего мужа алименты и больше не работать. Отец не хочет отдавать ребенка, а вместе с ним заработанные тяжким трудом деньги и имущество. Борьба будет жестокой. Не стоит осуждать их за жестокость, как не стоит осуждать хищников, терзающих добычу. Это просто борьба за существование. Хорошо бы в этот момент забрать ребенка из семьи, чтобы родители грызли друг друга вместо того, чтобы рвать ребенка. К сожалению, не всегда и не везде такое возможно. Считается, что забрать ребенка у родителей – это нарушение традиционных ценностей. Болитый haar ребенкина и остается в беременном уровне, или вустаркам want. Скоро добраться. Чертresses Болитый Болитый Победила мать! Теперь она будет жить в квартире с ребёнком и получать алименты от бывшего мужа. Папаша пускай проваливает. По закону отец имеет право встречаться со своим ребёнком. Но мать присутствует рядом и старается максимально ограничить время общения ребёнка с отцом. Она же мать и ей на... Что ребёнок хочет побыть с папой. Но мать довольно быстро внушит ребёнку, что его отец – конченая дрянь и сволочь. Ячейка общества-семья распалась на три антиобщественных элемента. Отец – алиментщик, не желающий работать. Мать-одиночка. Она же разведёнка с прицепом. Она же. Я же мать на соседей, не способная дать ребёнку ни хорошее материальное обеспечение, ни хорошее воспитание. Ребёнок из неполной семьи. Он же безотцовщина. Он же зато не аборт. Мы рассказали, а парочка ежей показали. Один из возможных вариантов развития отношений в человеческой семье. Подписывайтесь на канал Паточек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк-то. И никогда не пытайтесь накормить ежа яблоками и грибами. Не верьте сказкам. Помните, еж – это хищник. Также помните, что на канале Платочек Семьеведы-любители, супруги Николай и Елена Морозовы, они же Колян Платков и Лена Магадан, рассказывают, как создать православную семью и что потом с ней делать. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok